всех приветствую в этом видео расскажу про признаки неисправности топливонасоса высокого давления на примере audi a6 c7 2 литра tfsi также этот видеороле будет полезен для владельцев skoda volkswagen тоже audi других моделей там a4 a5 с tfsi двигателями 1.8 либо 2.0 в этом видео расскажу только про признаки про замену расскажу в отдельном видеоролике чтобы слишком длинно не получилось значит в первую очередь с чем столкнулся я у меня начало так что запускается на горячую не с первого раза то есть было не так часто прям не каждый раз но когда автомобиль допустим постоит где-то полтора часа вот четко полтора часа и через полтора часа на горячую не запускается первого раза со второго раза с педалью газа с подгазовкой запускается начал изучать все Да, действительно, многие пишут, что ТНВД решил его снять, старый ТНВД, и вот эта вот пружина была абсолютно сухая. То есть это говорит о том, что ТНВД пропускает масло. Ой, не масло, а бензин. И в этом ролике я так как бы собрал все признаки неисправности, которые можно продиагностировать перед заменой, чтобы убедиться, что действительно топливный насос нужно поменять. Ну, значит, первое, это вот то, что неуверенный запуск на горячую, но это также могут быть форсунки, но в этом ролике именно про ТНВД. Второй признак неисправности ТНВД это моментальный расход топлива на работающем прогретом двигателе должен быть где-то 0,8-0,9. То есть это если выключить климат, выключить магнитолу, свет, то есть на нейтральной либо на паркинге должен быть 0,8-0,9 в идеале. Если падает 0,6, в некоторых случаях я даже видел 0,3, но это совсем уже запущенные случаи, литров в час, то это тоже с долей вероятности высокой, что это ТНВД. Следующий признак неисправности ТНВД это то, что масло начинает пахнуть бензином. То есть если открыть масло в заливную горловину, оттуда будет резкий запах бензина. Сюда же можно отнести то, что уровень масла будет расти. То есть в некоторых случаях он прям выше максимума поднимается. Еще один признак это то, что вот когда пытаешься измерить масло щупом, у кого конечно он есть, у меня он куплен не оригинальный, а другой модели, с щупа будет быстро вот это вот масло сливаться. То есть тоже один из признаков. Еще один признак неисправности ТНВД это скачет скорость на круиз-контроле. То есть если выставляется допустим 109 км в час, она будет там 108, 109, 107, 109. Ну лично у меня такого не было, но об этом тоже пишут в интернете, что это один из признаков неисправности ТНВД. Следующие признаки это уже с помощью диагностического кабеля. Первый звоночек, если появляется ошибка по богатой смеси, это уже наверняка ТНВД. Ну также это могут быть форсунки, но как бы сейчас именно про ТНВД. То есть ошибка по богатой смеси. Следующие, это если еще ошибки нет, но смотрится долгосрочная адаптация, Long Term Adaptation, и будет типа минус 10 и больше, минус 12. Ошибки еще по богатой смеси не будет, но это тоже уже звоночек о том, что что-то со смесью не так, потому что нормальная смесь от минус 2 до плюс 5. Ну вот такая вот смесь. Значит, если минус 10 и более, то уже нужно смотреть, что это, либо ТНВД, либо форсунки. Следующий признак неисправности ТНВД это падение давления в топливной рампе. Соответственно, я измерял давление на работающий двигатель, прогретый, когда он все на рабочей температуре, у меня показывает 3900 кПа, то есть это 39 бар. При холодном запуске мне показывает 59 бар, то есть это 5900 кПа. Когда я останавливаю горячий двигатель, в топливной рампе давление растет. Соответственно, это нормально, потому что двигатель горячий, топливная рампа замкнутая, давление от температуры топлива возрастает, и у меня оно растет где-то до 100 бар, то есть 10 тысяч килопаскалей. Также это может быть, конечно, признаком неисправности форсунок, если это давление падает, но у меня через 12 часов, на холодную, давление показывает топливной рампе 550 кПа, то есть это 5,5 бар. Не знаю, считать это ли нормой, но мне достаточно того, что шток был сухой, а не в масле. Соответственно, все-таки на холодную через какое-то время, через манжету, через этот шток, все-таки бензин просачивается. Чем это плохо? Ну, тем, что получается, в какой-то момент времени там находится толкатель, и он, получается, работает без смазки. Это повышенный износ толкателя, повышенный износ распредвала, соответственно, с этим лучше не тянуть. И в какой-то момент времени этот шток все-таки выйдет из строя, и уже все будет, автомобиль обездвижен. Ну, и следующее, это вот то, что с разборкой, то, что я сказала, сухая пружина. Также признак неисправности ТНВД может быть то, что пружина находится в таком взведенном состоянии. То есть, если вот сейчас посмотреть, вот какое расстояние вот это. Ну, я штангельциркулем замерил, сколько вот это вот расстояние. Сейчас я к этому не подготовился. Вот, если оно такое, в сжатом состоянии, значит, шток заклинил, ТНВД под замену. Надеюсь, этот видеоролик будет кому-то полезен. О замене этого насоса я сделаю отдельный видеоролик. Что ж, спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok